Здравствуйте, дорогие друзья! Это ответы на вопросы для библейского портала «Экзегет». К нам поступил, по свидетельству слушателя, деликатный вопрос. Есть ли где-то в Писании информация об обязательном исполнении супружеского долга? Является ли грехом отказ в супружеской близости в законном браке? Спасибо. Я постараюсь ответить на этот вопрос, ибо, несмотря на то, что он действительно достаточно деликатный, в то же время он напрямую касается благополучия христианского брака и благополучия христианских семей. К сожалению, возобладала такая, может быть, монашеская практика восприятия отношений между мужчиной и женщиной как некого чего-то скверного, непотребного и так далее. Но в процессе или в контексте чтения молитв на таинстве венчания мы молимся Богу и верим в то, что Господь подает брачующимся брак честен и ложа нескверная. Более того, мы с вами читаем в посланиях апостола Павла, наипаче вот в послании к Коринфянам в 17 главе, в первом послании, следующие слова. «Во избежании блуда каждый имей свою жену и каждая имей своего мужа. Муж, оказывая жене должное благорасположение, подобное жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж. Равно и муж не властен над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве. А потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим». Дело все в том, что в Коринфе возникала такая проблема. Некоторые христиане считали, что даже находясь в браке, им лучше жить как брат с сестрой. И апостол Павел пишет им о том, что они могут разделяться друг от друга, разлучаться на время поста и молитвы на небольшое количество времени по согласию, взаимному согласию, но на непродолжительное время. Это можно делать, потому что, видите, сказано мною как позволение, а не как повеление. Не повеление или позволение, а позволение разлучаться. Поэтому, во-первых, нужно обратить внимание на следующее. Действительности в браке муж и жена должны пользоваться всеми возможными способами для взаимосвязи друг с другом. И эмоциональная, и семейная близость необходима в отношениях мужчины и женщины. Во-вторых, домостроевский подход на тему того, что права мужа абсолютны, а жены минимальны, тоже здесь не подходит. Он вообще не подходит. Здесь и муж, и жена имеют равные права друг на друга, как мы читали у апостола Павла. Является ли грехом отказ в супружеской близости в законном браке? Сам отказ в супружеской близости в законном браке вряд ли можно назвать грехом. Но это может привести к греху. Притом, этот грех может не только дойти до какого-то экстраординарного греха, там, измены с другим человеком. Это может привести к усугублению блудных помыслов в голове жены или мужа. Это может привести к обиде жены или мужа, потому что это очень чувствительная сфера. Это может привести к различным грехам плоти у жены или у мужа. Не позволит им настроиться иногда даже на спокойную, не обремененную страстными представлениями молитву. Или какие-то другие духовные упражнения человеку делать, может быть, будет сложно. Не разлучайтесь друг от друга надолго. Об этом же говорит и, например, Тимофей Александрийский в «Правилах православной церкви». В книге «Правил» он таким образом говорит, что муж и жена могут вступать в семейную близость по взаимному согласию, тогда, когда они этого хотят. И Тимофей Александрийский делает очень правильную вещь. Он старается не касаться этого вопроса. Он епископ, он пастырь. И когда мы читаем Писание, то здесь, видите, не жена, не власть над своим телом, но муж, равный муж, не власть над своим телом, но жена. Здесь нет места духовнику, епископу или кому-либо еще третьему. Здесь есть союз двух людей. Но он говорит, что было бы хорошо, если бы христиане воздерживались друг от друга в Дни Господни и в Светлую Седмицу. Потому что будут причащаться во все воскресные дни и в Светлую Седмицу. Однако же здесь стоит обратить внимание на то, что в каждой семье будут свои в этом плане правила. И жена не должна отказывать мужу, и муж не должен отказывать жене. Благодарю всех вас за внимание и желаю счастья нашим с вами семьям. Субтитры создавал DimaTorzok